Они как-то странно так вышли, ну и теперь им придется отойти. Небольшое преимущество теперь у Шотландии, но так как были большие минуса, отдают вторую точку Украина. Очень важный матч, я так понимаю, для обеих команд, они борются за выходцы из группы. Там у них, насколько я помню, еще сборная Израиля, достаточно плотная. Аркада на Дитаеда, но закандрили Диокса. Есть Убер у Карими, будут они стоять, холдить во вскресе, а может пойдут на минусе, нет? Нет, не пойдут. Абра где-то умер, это он зря, конечно. Так. Сейчас возможно Абра возьмет какой-нибудь в класс, или Диокс, а Диокс был снайпером, точнее взял он снайпера. Разборки в лобби, Кенси убивает Фенрира. Выходит сборная Украины, минус 10 двоих. Остается 3 живых у шотландцев, сейчас они будут гореть, зажигаются оба медика примерно одновременно. Ну и скорее всего, так как минус 2 было у Шотландии, они будут отступать и сдавать вторую точку. Да, капают скауты украинской сборной вторую точку и сейчас пойдут дальше. Очень неплохие банки ловят в Шотландии, но Дак же на характере просто выходит вперед. Мне кажется кто-то мне звонит. Ладно. Выходит, дала сборная Шотландии, пока нету за одного солдата у украинцев. Сейчас Липпи отресывается, будет попроще. По Уберу одинаково. Команды просто занимают точку, но зажались в ристе почему-то сборной Украины. Очень обидно пропустили этот пуш и... Один 0 в пользу Шотландии. Смотрим второй выход на центр. В прошлом сборной Шотландии центр заняла, но потеряла медика, поэтому в принципе ситуация была достаточно равная. Пока что осторожно играет команда. Вот первый минус от скотов сборной Украины. Забрали на Диокса. Правда минус Кенси. Один в один пока размен. Умирает Липпи. Фрагмент тут очень битер и Абра добирает его. Абра делает уже два минуса на этом центре или три даже, я не помню. Наджимается Шотландия, трое в живых остается у них. Все в трое у монеты ошли, никто сейчас не будет аркадить. Просто решили занять вторую точку. Ввой из сборной Украины идет Аркада, пытаются сжечь они медика команды Шотландии. Такое ощущение, что подвис сейчас украинский солдат в воздухе. Но возможно просто его там на ракете какой-нибудь подняли, что-то типа того. Но он где-то я до сих пор не горел. Так же получилось сразу у С3. Он выполнил свою миссию, зажег вражеского медика. Поэтому сейчас на Убере должна сборная Украина выходить. Правда вот Абра еще отдался, это печально. Но пока размен равный, по Уберу преимущества украинцев они пойдут конечно же. Липпи выходит вперед, сейчас на нем будет гореть Убер скорее всего. Ой, дропает Детает, боже мой, вот обидно. Надо было сразу наверное гореть в такой ситуации, но ему само собой виднее. Трое живых остается украинцев. Там кто в спине, вот С3 пытается саркадить на медика, но его убивает. Кто же это С3? Может никто в чатике напишет, просвещенный. Я, кстати, панику не узнаю этого человека. Там бэкап. Кенси делал бэкап, но... Закантрили. Закантрили Кенси. Но попытка была неплохая. Бэкап это то, как раз, что можно затащить игру в такой ситуации. На преимуществе заходит сборная Шотландии, отжимается Украина на ласт. Сейчас просто один скаут капает и сразу, не теряя времени, эти станции идут вперед. Через лобби решили зайти. 70% убера у дитаеда. Надо пытаться либо докопить, либо спрятаться куда-нибудь. Пытаются в точку сыграть сборная Шотландии, и опять у них это получается. Уже второй похожий раунд мы смотрим. Слишком далеко кто-то оттягивается к себе. В респу там или наверх, я не знаю, зажимаются украинцы. А, Цезарь. А, Цезаря припоминаю такого, да-да-да. Посмотрим мы вид сверху. Липи очень быстро занимает верх. Уже первый размен убил Липи Демаса, отлично. Липи делает уже второй минус. Так, извиняюсь, камера улетела. Пока что минус 3 у Шотландии. Благодаря этим двум хорошим минусам от Липи получается отжать шотландцев с МИДа. Но Медика, правда, не забрали. Хотя, вот он тут, видимо, какое-то время, пока отступал, он не копился. Или у дитаеда криты, подожди. Нет, у него обычный Медикан. Ну, скорее всего, не знает Украина в своем преимуществе. В 20%. Поэтому, не успеет они реализовать его. Там уже пушка... Шиппи отстраивает пушку на ласте. Ну, вот, можно попробовать. Нет, пойдут, наверное, Убер на Убер разменивать. Не будут там сливать скаутов, брать каких-нибудь спаев или снайперов. Просто ходят на Убер и сразу зажигают вражеского Медика. Липи умирает где-то на Аркаде. Отступают. Ну, ладно, главное отступить и особо больше народу не потерять. Посмотрим, получится ли это. Диокс наглеет, правда, убивает Цезаря. Все еще минус 2 у сборной Украины. Ну, вроде как отстоят они вторую точку, я думаю. Хотя уже умер Кенси опять это впереди. Ну, сейчас Кенси возьмет снайпера, скорее всего. Покажет нам. Я, на самом деле, не знаю, в какой форме сейчас Кенси. Потому что он, я так понимаю, долгое время еще сыграл в Увервотч. Минус 3. Отдались на выходе сборной Шотландии. И заходят украинцы на ласт. Абра уже тут разводит. Забегает наверх. Правда, как бы ему сейчас не умереть. Нет, его Дидаед подхватывает своим лучом. Пытается демо танковать на точку. Липи делает минус 2. Подчаянно Аркада от Фрагмента дано. Удается Украине захватить ласт. Вот так вот на ошибке сборной Шотландии получилось выиграть раунд. Неудачно они вышли с ласта. Отдали трех игроков. Ну и дальше уже, естественно, не выстояли перед напором украинской команды. Посмотрим, получится ли также удачно Старкадить у Липи. Фенрир его скидывает сверху. Диукс убивает Кенти. Липи опять залетает наверх. Но опять его второй раз уже скидывают. На этот раз еще и убивают. Уже минус 2 у сборной Украины. Оттягивается дитаец назад. Там Абра бегает в спине сейчас. Давайте пробуем найти его. Убивает скаута. И неужели просто так получится выйти на медика у него на халяву? Ну хотя бы зажечь. Нет. Не горит. Не горит медик шотландцев. Ну вообще странно, что так близко даже подойти далее Абре к медику. Потому что инфа-то была по нему. Так, сейчас микрофончик просто поближе немножечко пододвину. Извиняю, сейчас я трогаю микрофон. Вы наверное это слышите. Итак. Диукс взял снайпера. Липи тут отдался в компах. Слишком далеко он залез. Посмотрим мы за снайпером команды Шотландии. Странно, что не видели мы пока что Кенси. Может быть Кенси и брал снипу. Но по крайней мере каких-то минусов он не делал. Не знаю, не заметил я этого. А сейчас чуть на трапе не взорвался Диукс. Абра минусит шипи. И там как-то на трапе что ли убивают медика шотландцев. Отличная трапа от Игоря. Разваливается сборная Шотландии. Сейчас нужно осторожненько спалить всю аркаду. Где там украинцы? А где там сборная Шотландии? Где вот эти двое? Фрагменты залетает на дитаеда. Зажигая дитаеда. Ну ладно хоть не дропнул. Как бы после первой ракеты понял что лучше гореть. Зажегся. Действительно это лучше. Потому что сейчас они спокойненько в принципе на минус 2 возьмут вторую точку. По Уберу правда будет одинаково. Ну вот кстати то о чем я говорил. Кенси взял снайпера. Он просто шикарно играет снайпером. Убер. 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 И слегка это не начненькоento трёт. Поэтому так Сейфоника стоят на точке сборной Украины. Вот. Видимо понимают что нестаядно копил у beat, можно немножко посмелее подойти ближе Сейчас Кенси заняться к 71 주고 на барейку ну надо услышите. Кенси В лобби хотя бы Потому что тут уж и не намного нет не пикнет Заходят в лобби. Наверное, его уже спалили Ой, хорош, просто первый выстрел Сразу хэдшот вешает он Шиппи Кстати, вот на минус Шиппи можно и выйти Потому что Шиппи это Плотный парень Минус от еще одного скаута Размер пока что отличный в пользу Украины Прожигаются обе команды Но все еще минус 2 у Шотландии Сейчас нужно пограмотнее просто реализовать преимущество в игроках И двое человек остается У шотландцев, я думаю, что должен быть раут Почему-то на точку никто не хочет вставать Вот, наконец, наконец-то встает на точку Кенси продолжает раздавать хлюшоты И сравнивать еще с сборной Украины Собрались ребята Молодцы Пятый раунд Ровно половина игры позади Цесарь тут, походу, немножечко зафейл-джамп Это может сказаться на выходе команды Украины на центре Агрессивно сейчас вверх занимает сборную Украины Сбрасывают фрагменты, да Пока что вверх все еще за Украиной Это хорошо Очень битая команда в Шотландии Надо пользоваться и добивать Главное добить хоть кого-нибудь Пока что ни одного минуса еще на центре не сделано Залетает сейчас Цезарь на вражескую сборную Не получается у него долететь Ему, по-моему, там аэрошот поставили До сих пор продолжает команда сажаться на центре 3 на 3 сейчас Ну как-то пока что позиции немножко получатся у Шотландии Хотя вот Абра Убивает Финрира и горит Горит детает Сиротон до последнего Молодец Берег Убер и сейчас Должен Шиппи убивать Абру И отступает Украина Но вот как-то они добили Когда могли Украинцы своих противников Было очень много битых в Шотландии И дотянули до момента 3 в 3 И потом уже пораньше зажглись И смогли Смогли забрать только одного человека И в итоге центр За Шотландией Но за счет того Что они позже прогорали И детает оставался жив Он убежал Украинцев преимущество Ну 20 Сколько? 10% в принципе это Это мало То есть можно сказать Нет у них никакого преимущества На самом деле Лип убивает Финрира Разменивает его сборной Шотландии На Абру Кенси кстати играет опять с Ниппой Посмотрим мы за этим Потому что возможно Нас ждут Красивый хэдшот Уже минус 2 сборной Шотландии Сейчас пойдут Наверное украинцы На Убере Нет пока ждут Ждут видимо Какого-то Более существенного минуса На своего снайпера Ну пошел в компьютере Кенси Там Финрир смотрит Так просто не дадут ему с компов Пострелять Хотя Сейчас посмотрим Я думаю должны понимать Шотландцы что Они же видели снайпера уже Не возвращается на стрелу Вот решили выйти Через Сорс Отличный хэдшот И Игорь добивает Банкой фрагмента Ну надо еще кого-нибудь Убивать и идти пушить Вот скаута Отлично Бодишот по шипе И на минус 2 Сборная Украины Идет вперед Еще кого-нибудь Ну-ка Как бы не развился Кенси Остается у него Ну сейчас на него Аркада пойдет Финрир тут вылетает Пытается захватить его Кенси Майнсид между дверками Надо конечно Сейфить снайпера Пока там Гонялись за Кенси Обе команды Погорели на центре Финрир вылетает сзади Он какой-то битый вылетал Пытается сейчас Аркадий на Детаеда Там тем временем Убили Сиротона И двое живых остаются Где-то трапа Где-то трапа Там видно что Демос Палит трапу Вот Вот Абра Взрывается Так Еще 2-2 Все нормально Как-то меня упорно Пытается позвонить Дуэль снайперов Кенси против Диокса Ну преимущество есть У сборного Украины Правда Липпи умирает От руки снайпера Кенси сразу Мстит за своего тиммейта И нужно пушить на преимущество Неужели Украина не знает Что у них преимущество в Убере Сейчас еще чуть промедлят И уже будет убер У шотландцев Ну надо идти Надо идти Минус 2 тем более уже Мне кажется Они сейчас просто выходят На Минус 2 И не знают Что у них преимущество Умирает Абра Ну надо капать точку Ну что-то надо делать Прогорела полностью Команда Украины Не получилось Никого толком забрать На ласте И скоро же Убер будет у шотландцев Занимает шотландцев Вторую точку А стоит это касать Время 10 минут Еще много времени Очень плотненько у нас игра Команда Достаточно равную Показывает Игру команды Выходят на центр На преимуществе Сборная Шотландии Хотя вот Фрагменты Да они теряют Но не горят Просто занимают центр Отдают украинцы Центром Продолжают В шотланде Терять игроков Дропает Цезарь медика Отлично Детаед почти докопился Надо сейчас Ни в коем случае Детаеду не потерять Остается Шиппи один Мансит он на центре Но К медику Он уже никак не подберется Сейчас я думаю Его убьют И Фрагмент У нас Будет сейчас пытаться Зажечь Наверное Детаеда Конечно Надо бы где-нибудь спрятаться Центр кстати Не хотят капать Или центр А центр за команду Украины Не успели докапать Шотландский центр Уже капают вторую Сто процентное практически Восьмидесяти процентное Преимущество Пытаюсь зажечь Детаеда Он не горит Размениваю Размен Три в два Как-то очень Очень неуверенно Пушат украинцы Мне кажется Надо было Детаеду Гореть уже давно И вот Не ждать Когда он останется Вдвоем со снайпером И прогореть на снайпера Очень странное решение От медика Команда Украины Потому что Блочили Без убера Шотландцы И очередное Нереализованное Преимущество В убере Мы видим Теперь ситуация равная Сейчас будут Команды Накапливать Суберы Ну или вот так вот Умирать в компах Как делает Алипи Кенси Снова играет С непой Или все еще Не помню Бравли он Скаута Немножко Оттягиваются Из-за смерти Липи Назад украинцы Ну вот Тут не очень хорошая Позиция у Кенси Близко По близости Даже нету Никого Я закрою в Шотландии Надо наверное Пойти ему Стрелу посмотреть Ну Шотландцы Тоже не торопятся Пушат Они знают Что Увера Одинаково Поэтому стоят у себя Только один Диокс Спрятался Где-то в сорсе Будет видимо Да вот сейчас Будет пытаться Убить Абру Ну Абру В два шота Разбирается С Страрским скаутом Кенси Занимает позицию В сорсе Аркада Сразу неплохая Но снайпера Команда Украины Зажигают Очень быстро Дитоеда Вслед за ним Зажигается Шотландский медик Размена Один в один Живет Дитоед На 30 хп Просто Абра Заходит в спину Очень битые Игроки Сборной Шотландии Должны Украинцы Их разбирать Сейчас Правда Убивают Все таки Дитоед живой Дитоед живой О чем это я Сейчас надо добивать Фенрира Фенрира умирает И два в два Ну Дитоеда К слову Все таки Убили Обидно Обидно Хорошо Все складывалось Поначалу Но потом Как-то Немножечко Потерялись Видимо Украинцы Пытаются Подпушить Центр Но не получается Отходят Обратно На вторую Точку Вот Наглеет Шипи Сейчас Получится Не убить Кенси Хотя Вот Диокс Просто Вылетает На стики Шипи Тоже Не получается Никого Забрать Он сам Умирает Абра Минусит Демаса И сейчас Украинцы Пойдут Вперед Надо Отступать Сейчас По-быстрому Шотландцам Отличная Аркада От Цезаря Очередная Остается Фенрир один Где-то он Бегает В спине Кстати Почти Получилось У него Забрать Дитоеда И надо Сразу Наверное Идти вперед Не ждать Снипу Но тут Ничего Не поможет Шотландцам Да Просто Заходят На Больших Минусах Украинцы Еще 3-2 В пользу Команды Украины Молодцы Они Комбей Сейчас 2-0 5 минут 5,5 минут До конца Посмотрим Опять Сверху Вид Пытаюсь Украинцы Занять Вверх Быстрее Пока Расхиливалась Сборная Шотландии Сейчас Наверное Вторая Волна Пойдет Прыжков Наверх Фенрир Залетает Наверх Убивают Кенси Тут Аркада Была Вдетаеда Но Хорошо Задефали Его Отступают Украинцы Все-таки Получилось Более грамотно Выйти на центр Шотландцев Они по-моему Сразу идут Вперед Да Сразу Идут Вперед И не ждут Даже Своих Тиммейтов У них Было Небольшое Преимущество В игроках Там Есть инфа Что Кто-то Бегает В спине Абра Там Забрался В спину К Шотландцам Даже Он там Кого-то Убил Но Нарея Поторопились Выходить Все-таки Украинцы Украинцы Вышли На Рекап Безуго Раздали Точку Шотландцы Ну Вообще Какие-то Активные действия Нужно будем Предпринимать Потому что Они проигрывают Все-таки Потому что Украина Украина Точно Не стоит Торопиться Жду Цифровенько Сыграть Подождать Какого-то Минуса От Кенси Который Снова Играет С Непой Ну По-моему Бозик Он повесил Сейчас Финрир Поэтому Абра Его Смог Забрать Размен Один В один Отомстили За Финрир Хэдшот Вешает Солдату Наверное Пойдут Вперед Шотландцы Потому что Они проигрывают И остается Всего лишь Три с половиной Минуты Да Выходит На центр Сборная Шотландии Зажигается Убер Детает Горит Чуть позже И Прогоняют С центра Шотландцев Минус Один У них Уже Сейчас Наверное Это Минус Более Агрессивно Пойдут Украинцы Теряют Цезаря Или Не знаю Как правильно Против Сильник Если честно Ну да Ладно Может его Ц3 Называть Наверное Да Так Будет Более Правильно Молодцы Украинцы Что не стали Особо Лезть Вперед Только Вот Тут Димомэн Загулял Почему-то В лобби Команды Шотландии И На Минус Два Сейчас Пойдут Вперед Шотландцы У них Очень мало Времени Остается Чтоб Свести Эту Игру В ничью Решили Не драться За центр Украинцы Они Отступают По Уберам Одинаково Сейчас Уже Отрескивается Димомэн И В полном Составе Скорее С Убером Будет Дефать Вторая Точка Кэнси Все еще Положает Играть Снепой Будет Удобно Где он Стоит На Рлауте Здесь Удобно Принимать Выходящую Команду Из-за Того Что Снепа Очень Рано Зажигается Шотландцы Правда Очень Быстро Получается У них Зажечь Идитоеда Липпи Убивает Варварского Скаута Пойдут Сейчас Вперед Украинцы Нет Скорее Отступят Да Решили Не лезть А не Вперед Потеряли Одному Абру Это В принципе Не критично Главное Что там Еще Кто-то Не умер Кто-то Впереди Бегает Фрагменты Пытается Залететь Вперед Вешает Ему Хэдшот Кэнси Просто На характере Продавливают Шотландцы Отрезают Игоря Тут Ловят Банку Хэдшоты Минус 3 Уже В сборной Шотландии Уже Минус 4 Отступает Сейчас Сиротон С кем Он тут С диоксом Бегает По оберам Одинаково Минута до конца Надо сейчас Респаться Всем Все шотландской Команде И просто Идти в последний Пуш Надеюсь Карту Сразу Они не поменяют И мы Досмотрим До конца Потому что Здесь Интрига Все-таки Очень Очень Рано Где-то Сливается Фрагмент Потому что Вот теперь Когда остается Минута Ровно до конца Надо идти вперед А у них Минус 2 И приходится Пушить в четвером Это очень грустно Сразу Пошла Аркада На Снайпера Удается Забрать Двоих Детает Все еще Не горит А Так они Прошли Потому что В спину Просто Иззабэкапили Втроем Отличная Просто игра Ну Это В принципе Понятно Потому что В четвером Пушила Шотландская Команда Естественно Все проходы Перекрыть у них Не получилось Ну Вот такая Вот Петрушка Петрушка Вышла Как бы 4-2 Сборная Украина Побеждает На первой Карте С чем Мы ее И поздравляем Петрушка 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 Так, кстати, логи можешь посмотреть Там меняется карта Как раз Так, найдем мы Кого-нибудь Где-то ед Логи на процессе Так Сейчас, секунду Так, что-то вам не видно, походу Да В чем дело Ну-ка Ладно, крест с логами, правильно? Я тоже так думаю Не, мне интересно все-таки непонятно стример 80 уровня просто вообще пипец ну раньше получалось да я знаю есть у меня логи просто на стрим не выводятся это багулина я ни при чем правда ланта в чатик сбросили вместе можете сами посмотреть я просто озвучу что-то интересное но абра неплохо настрела 8к за скалта в принципе это очень хорошо тем более что он явно переиграл своих оппонентов ну кстати вот это по докс хэнд это шиппи у нас очень странно почему он играл так плохо да это шиппи и у нас стрелял всего лишь 5 600 я ждал себя от него более достойного выступления вторая карта у нас будет гули ложь улеваш напомню что первую карту выиграли украинцы что 42 кто еще там в группе украинцев над посмотрим в группе украины играют сборная израиля и сборная швейцарии ну я так понимаю самая плотная игра будет против сборной израиля швейцарцев украинцев вроде как без проблем раскатали ну там у штанцев топом городе только плотный такой парень остальных я практически не знаю но вот шотландии достаточно равная сейчас игра поскольку что будет на второй карте не хочу я загадывать как они сыграют с украиной с израиля все-таки за израиль действительно играют очень плотные ребята все-таки там из према насколько я понимаю люди с хая поэтому данная игра очень важна для обеих команд с израильем будет очень тяжело как-то долго команда собираются снова на сервере вроде как всего лишь карта поменялась ну да ладно куда-то вышел кенси серверы я так понимаю я надеюсь что он вернется напомню что сборная россия получила дефин против команды словении планировала изначально стримить эту игру но так вот случилось ребята играли сегодня наши пцв против шведов и одну карту не точно проиграли гуляш а вот на процессе как-то там было очень ровно там то ли ничья то ли преимущество в одно очко за швецией очень неплохо поиграли и россию будет ждать следующая игра против словаки это будет игра за выход со второго места кстати параллельно сейчас играет словаки против англии интересный матч получится ли у словакам оказать куда сопротивление англии я конечно сомневаюсь и мне кажется россия должна быть посильнее словаки чтобы этом что не говорил в полном составе уже команда шотландии все еще не хватает на сервере кенси да они играли в пятером против по моему сборной грузии ну сборной грузии тоже звезд с неба особо не хватает естественно там есть скорпион скорпион и еще пять человек грубо говоря заходят эти кенси все нормально все у него хорошо просто что-то перезапускал ребутал готов сражаться за страну все команды на местах скоро наверное начнут будем смотреть гулеваш против эстонцев разве ну ладно я думал что против грузии а да против эстонцев точно мы же об эстонцах говорили помню когда вспоминали эту игру точно точно я даже не знаю клуб у эстонцев сыграет вообще никого просто ладно начали команды смотрим и первый выход на центр с узкой выходит дима мэн команда украины аналогичный выходит и дима мэн команды шотландии липи бегает хитовый по центрам диокс уже разбирают двоих аркады сейчас выполнение липи и c3 липи все еще живет но удалось было забывать медика это хорошо липи тем более еще удается выжить он там сейчас будет бегать бесить спине шотландцев спокойник она дедает докопиться положить пока все тиммейт отрезаются и идти вперед вот чуваки из опена ну да это наверное какой то вот несколько таких команд и явных аутсайдеров на нэшн скапе которые вот ну от которых явно там ничего не ждут то есть это вот и сборная словении в том числе липи не вовремя умер надо бы ему халдиться до того времени как его команда будет выходить и вместе вот с этим вот пушом как-то пытаться развести в спине приходится украинцам в пятером выходить отличная аркада сейчас от по моему это финрир был зажигает он и дита еда и спокойненько отойти сейчас шотландцам никого больше не потерять докопить убер и уже они будут в преимуществе украинцы вряд ли пойдут вперед сейчас хотя нет на минус 2 они наверно успеют выйти еще не отреспались финриры шиппи выходит сборной украины и 75 процентов есть у сиротона умирает первый игрок шотландцев вряд ли успеют шотландцы докопить убер скорее всего будут ходить на ласт или все-таки будут дефать нет нет если только выпушивать теперь выпушивать придется успели украинцы закапать вторую точку ну знают шотландцы о своем преимуществе сейчас скорее всего пойдут халдят они в лобе пока что пытаются возможно подловить кого-то из украинцев на трапе вот сейчас чудом выживает липи ну хотя почему чудом еще 70 хп у нее остается все нормально кенси убивает шиппи что-то не идет сегодня игра у шиппи очень странно и дождались шотландцы что украина докопила убер выходят украинцы на ласт на минус 1 они выходили зажигается сборная шотландии прогорели уже обе команды это я что-то заблудился на ласте он почему-то оказался здесь один возможно ракета его там как-то откинуло надо пытаться сарказить сейчас на шотландского медика потому что в противном случае убер у него будет быстрее процентов на 40 так выходят шотландцы халдить лобби неужели они просто пойдут без убера выходить на вторую да просто пытаются выйти без убера непонятно зачем у них же есть преимущество абра убивает фрагменты да там кенси взял снипу и бэкап бэкап я пропускаю к сожалению очень странное решение от команды на шотландии только что было 1-0 в пользу украины надо собраться не пропускать бэкапы пока демосы выходят со своих узких липи тем временем в дропе абра забирает диукса липи вылетает на медика отличная аркада и кстати детает забирает а не липи серотона детает продолжает настреливать с арбалета но пока что больше никого не убил умирает последний игрок шотландцев это вальп в исполнении сборной украины спокойно они выходят на вторую липи возможно полетит вперед хотя смысла верно сейчас никого особо аркадить нету лучше просто всем собраться вместе и реализовать свое преимущество вот кинси уже где-то умер впереди зря он полез конечно хотя абра его сразу разменял с третьего этажа решает зайти сборной украины горят сразу все правильно хв хв берут шотландцы надо просто встать в точку зажались на респе шотландцы там даже спай какой-то боже мой достаёт пилу титает выбежал просто народского демоса но не добежал до него потому что закончился раунд 2-0 как-то проще получается на этой карте пока что игра для украинцев но прошлую карту напомню шотландцы начинали тогда с счета 2-0 украинцы комбечили то есть естественно это еще ни о чем не говорит воп как мы сейчас завернули агрессивно выходит сборная шотландии пытаются подняться на сторону на правую для себя сторону у них это не получается уже минус 5 есть на что вот они медика смогли убить что конечно хорошо для них но центр они проиграли а вот сейчас можно куда-нибудь уже полетать по аркаде занять какие-нибудь интересные позиции вот там липпи спряталась на третьем этаже но его вовремя спалили надо теперь убегать липпи пытаются подблочить вторую точку уже делают минус 2 очень удачно получается блок хотя в спину в спину залетел там c3 сделал два минуса там кто-то убивает дитае да дитае на 20 хп просто убегает получится ли он убежать просто не оглядываясь бежит дитае и выживает правда уберу у него всего 30 процентов но главное что жив поднимается на третий этаж связка украинская надо пытаться теперь зажечь как-то серотона ну вот зажгли ценой трех человек правда зажгли это хорошо но вот то что потеряли троих это не очень потому что сейчас скорее всего ну вот зря они там все вместе капали точку надо было наверное оставить одного человека а всем идти вперед украинцы адреспались и все у них теперь хорошо взяли хавы на всякий случай фенрир тут занимает нычечку украинцы по идее должны идти вперед потому что знают они что зажгли серотона фенрир спрыгивает с нычки убивает абру кенси отстраивает пушку ну видимо решили захолдить ребята на ласте в принципе это правильно 2-0 они побеждают ну хотя 20 минут до конца еще но в любом случае пушить пушить сложнее точнее нет пушить с ласта очень сложно поэтому можно похолодить подождать ошибки фенрир заходит просто на пофиг с воды и все с вами ничего не получается возможно просто он сливался на какой-то офф класс фрагмент это еще умирает вот уже минус 2 это не очень хорошо посмотрим будет ли офф класс в исполнении солдат сборной Шотландии нет фенрир остается солдатом отличная баночка в абру выходят с убером украинцы горят кенси остался выходят на ласт втроем просто на пушку пушка делает первый минус но тут то есть убер просто блочится убер пушкой а чуть чуть не успели лол так обидно пушка затащила ну естественно затащили еще те парни которые капали в это время вторую точку и буквально секундочки не хватило чтобы закапать ласт шотландцам шотландцам Диокс бегает в спине сейчас украинцев знают о нем перестрелка скаутов побеждает в этой дуэли Кенси ну стоит заметить что Диокс был не фолловый поэтому возможно это ее и помогло Кенси ну возможно что то другое Диокс взял снайпера в атаку ну как в атаку они стоят сейчас на второй точке и скорее всего будут они выпушивать центр потому что они проигрывают занял место на широкой не попадает по Липе Липе агрессивно пытается саркадить на снайпера но его тут дефают тут и трапа тут и солдат и скаут так просто не получится забрать снайпера забирают Липе видимо прошел там бодишот от Диокса и Финрюр со своей ракеткой добил Липе очень агрессивно Липе играл на широкой и скорее всего пойдут украинцы сейчас со своей широкой выходить ой точнее пойдут сейчас на шотландцы убивают еще Кенси и выходит с узкой убивает на трапе Димомена уже минус 3 очень тяжело будет выйти там бэкап тем временем Абра выходит на бэкап ну вот можно было ему подпушить наверное в спину зайти но нет решает он ступить просто на широкую и сохранить свою жизнь перестреливается Шиппи Кенси добивает Шиппи отличная игра от скаутов помогают они друг другу и минус 3 у Шотландии выходят на ласт украинцы прогорают уберы минус 2 все еще хотя вот все вся команда команда шландии в полном составе уже ну куда полезли непонятно шотландцы умерли там вдвоем ц3 забрал продолжаются какие-то непонятные минуса от шотландии остается вдвоем только Шиппи и Сиротон трапится точка вот хорошо пораздавал конечно шиппи убил двоих но медик под защитой трапа просто успел забежать на точку и закапал ее 3-0 в поле сборной украины пока все очень хорошо складывается на этой карте для них изи каточка что называется кейси берет снайпера уже на центр минус ситвы вражеского скаута аркада сейчас на липе отлично аркадит на Сиротона забирает вражеского медика вся команда там просто стоит около кейси дефают они своего снайпера кстати очень неплохая стратегия они просто всей командой дефали снайпера и запустили одного липе на убийство медика очень хорошо разыграли центр от команды украины берут хэвика для обороны двух инженеров вот тут на секундочку было два инженера но это просто ошибка ничего страшного в этом нету мне показалось был хэвик но возможно его поменяли либо просто показал действительно инженер и снайпер в обороне но пытается сейчас сделать девушка это минус ну как бы он сейчас не умер нет ловит он стрелу отличную и надо выходить украинцам потому что знают они о своем преимуществе и не важно что они сейчас выигрывают все время пушить надо убер на 2х солдат демо выходит сзади трапит точку уже минус 2 минус 4 и это легкий раунд для сборной украины 4-0 уже и как-то видимо все уже становится понятно нам в этой игре хотя возможно за комбетчешь атланцы кто знает 15 минут еще куча времени сейчас хочу посмотреть за аркадой липи заходят в дроп вражеские наверное знают они об этом так он каждый раз тусит около дропа а это не вражеский а да ну просто на чужую сторону поднимали сейчас шотландцы поэтому липи никого не нашел в дропе но опять же они повторяли предыдущий выход на центр дефали просто всей команды кейнси которая продолжает делать отличные минуса кстати криты сейчас у сиротона взятые и запускали липи в аркаду но на этот раз у липи не получилось убить медика криты горят на солдата быстренько убивают солдата но он успел убить ммм дитаеда правда первой ракетой правда все равно конечно это не спасет с боем Шотландии потому что остается один шиппи где он там бегает интересно а ну он на центре тут умирает от стик дитаедки задумался на власти может он криты хочет взять не а он менял респу точно посмотрим сохранил ли сохранили все криты у шотландцев нет обычный убер ну я думаю что смысла просто брать уже обычный убер нету надо было наверное оставлять криты сиротону 15 минут до конца тут уже что называется нет пути назад только криты и все ну какой то другой видимо план у сборной Шотландии дефута не свою точку хотя в ремиксе у дитаеда каким то образом хотя по моему медики умирали примерно одинаково но вот у дитаеда преимущество выбери видимо копились они лучше абра тут видимо активно махал палочкой своей не будут стоять на центре скорее всего украинцы понимают они что даже если они сейчас где то ошибутся в атаке все равно уже тяжело что сделать при счете 4-0 липи убивает солдата прожигает сиротон дедоед естественно еще не горел и сейчас спокойненько сборная украины выйдет широкой кинси делает отличный минус на демосе зажимается сборная шотландии на своей точке не успели они отойти минус 3 будет взята вторая точка по любому и скорее всего сразу упадет пуш на ласт у нас скота оставлять одного и идти на ласт просто ну либо подождать убера солдат сидел в лобби ждал он что-нибудь зайдет и дождался своего фрага ну что нет говорят у меня экран мигает не знаю ребят что такое сейчас посмотрю не знаю нир у меня на втором на втором экране все нормально показывает декорат докопилась сборной украины преимущественно 20 процентов надо идти реализовывать убивается фрагменты зажигается убер и в последний пуш свой видимо в этом матче выходит сборной украины быстрое аркадо от c3 отлично убивает он демоса сиротон не успеет докопиться и это 5-0 украина 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 с победой в очень важной для них игре 5-0 5-0 с поздравим сборной украины поздравим сборной россии и будем ждать решающего третьего тура когда все решится потому что сборная россии будет играть с сборной салаки очень важную игру и так же сборной украины будет играть с сборной израиля тоже может сказать решающую для них игру ну точнее сборная украина уже точно выходит но теперь вопрос с какого места она выйдет стрим наверное на этом я закончу всем спасибо за внимание вот следующую игру сборной россии скорее всего буду стримить если конечно не буду играть вот все всем спокойной ночи до свидания